Всем привет дорогие друзья, с вами Ирюха Зверево. Ну что, наконец-то долгожданный обзор iPad mini с ретиной на 32 гигабайта. Это цвет Spice Grey. Давайте его посмотрим, расскажу, как его вообще можно использовать в вашей жизни, если у вас еще до этого не было iPad. Поехали! Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов macov.net Я что-то тут присел, подумал и понял, что смысл мне перечислять вам какие-то технические характеристики и показывать iPad, вы его и так уже все знаете, видели и прочитать вы их можете. А хочу в этом ролике донести до вас, как эту вещь можно использовать в своей жизни, в чем она вам может помочь и сам смысл этого iPad нового, к примеру. В отличие от старого, потому что у нас же iPad mini с ретиной здесь, или iPad mini 2, как его называют. Так, macov.net, спасибо большое за iPad mini, круто. Такая коробка, она вообще практически не изменилась с первого iPad mini, только единственное, здесь добавился как раз вот цвет Spice Grey. Либо если вы будете покупать второй цвет, который посветлее, то будет другой на коробке нарисован. Так, здесь у нас 32 гигабайта, это версия с симкой, ну давайте ее откроем. Вот, экран улучшили, кстати, будет сравнение с обычным iPad mini, так что ждите. Здесь у нас лежит iPad mini. Так, все опять вывалилось. Так, быстренько здесь зарядное устройство в сеть, это, я думаю, вам не интересно. Здесь у нас кабель Lightning, наушники, кстати, к iPad'ам не идут, не беспокойтесь. Штучка, чтобы доставить слот с сим-карты, и здесь где-то наклеечки, да. Белые наклеечки яблока. Если вы еще не покупали продукцию Apple, то будете приятно удивлены. Такого нововведения. Потому что, кажется мне, это хороший подарок к Новому году. Вам сделают родители, или вы себе сделаете. Смотря, конечно, от возраста. Вот, кто сейчас пользуется iPad mini? Им пользуются все. То есть, начиная от детей, которые раньше баловались iPad'ом, там, вторым или первым iPad'ом, они играли в игрушки, смотрели на них мультики, вот, и вышел iPad mini. Его обновили на iPad mini с Retin'ой. Retin'а это тип дисплея, в котором будет намного четче и контрастнее изображение. Если по разрешению брать, ну, здесь 2048 на 1536. Как это будет отображаться на самом дисплее? Сейчас вам покажу. У меня есть фотографии, я их специально загрузил. Они как раз, именно, разрешение 1536 на 2048. Вот это изображение, которое полностью, ну, раскрывает весь сок этого экрана. Весь сок этого экрана. Вот такие вот машинки. Смотрите, все будет четко. Ну, придраться вообще не к чему. Если увеличить, конечно, там, будет, может, пиксеризация где-то. Но во всем остальном, выглядит круто, да? Согласитесь. Улучшили процессор. Благодаря этому он, конечно, работает вообще не так, как первый iPad mini. И при тестах я вам все это покажу. Потому что первый iPad mini, конечно, немножко тупит, чем iPad mini с Retin'ой. Здесь процессор A7. И еще второй суп-процессор его называет M7. Чего при этом улучшилось? Будет дольше держать батарейку, говорят. На деле, в принципе, получается все то же самое. Дисплей намного круче стал. Если вы выбираете между iPad mini с Retin'ой и обычным iPad'ом, конечно, брать только вот это. Если у вас нет, конечно, вот первого mini. Вот у меня есть первый mini. Я не гонюсь сейчас сразу за Retin'ой. Потому что смысла большого нет. Если ты тем пользуешься отдельно и этим, то разницы особо не увидишь. Хотя после такого экрана разница очень заметна. Но это я вам все покажу тоже в сравнении этих двух iPad'ов. Вот. Дальше. Весит он 341 грамм. Это версия с SIM-картой. Если брать версию без SIM-карты, то на 10 грамм будет легче. 331 грамм. С чем связано? Ну, с модулем, наверное. Вот. Если вы видите у кого-то iPad вот с такой штучкой пластмассовой, это значит, что у него поддерживается SIM-карта. С чем брать, с SIM-кой или без SIM-ки? Конечно, лучше с SIM-картой. Они стоят дороже, чем просто обычные с Wi-Fi. Но вы всегда можете вставить сюда nano-SIM-ку. Она вставляется вот сюда вот в слот для SIM-карты nano-SIM. И при помощи SIM-ки можете везде выходить в интернет. Ну, да, это круто. Хотя я всегда покупал без этого. Вот видите, у меня обычный mini. Потому что у меня в iPhone есть SIM-карты. Я могу с iPhone раздавать то же самое интернет на iPad. У меня не возникает с этим проблем. Если вы учитесь в школе, это решение само по себе просто обалденнейшее. Готовиться к экзаменам, делать домашнюю работу, смотреть на нем какие-то обучающие ролики в интернете, лазить. Это все вот прямо здесь. Если вы убираете между Samsung, Acer, Asus, то iPad здесь рядом вообще не стоял. iPad это как, не знаю, Ferrari в мире автомобилей. Хотя, может, кто-нибудь скажет, что и в Ferrari полная чепуха в мире автомобилей. Но это эталон планшетника, который должен быть. Здесь вы можете, понятное дело, начать с фотографии. Фотографирует он здесь 5 мегапикселей. Но Full HD видео снимает. Все очень быстро происходит при помощи нового процессора. Здесь даже фотографии, смотрите, вот так вот будет снимать. 1080p снимает видео. Свои видеоблоги можете делать в поездках, пожалуйста. Один iPad заменяет, в принципе, все. Фронтальная камера есть. Можно посмотреть на себя. Вот у меня такой небольшой хаос на голове. Вот, сфотографировать себя, заснять себя. Смотрите, вот можно, к примеру, начать вести свой блог. Так, это я посмотрел на камеру. К примеру. Привет, ребята, это мой первый видеоблог на YouTube. И меня зовут Илья. Начнем. Вот, и практически как шкала блогера. Выкладываете все это можете в интернет. Вот. Так что, купили iPad, заведите свой видеоблог, к примеру. Чего круто. Сразу отсюда можете выкачивать на свой канал. Можно делать сразу квадратные фотографии. Но не знаю, откуда эта мода пошла. Конечно, наверное, из Инстаграма. Когда соотношение сторон, к примеру, один к одному. Вот эта квадратная фотка. Ну, да, это сейчас актуально стало. Вот, по камере здесь больше ничего нету. Если вы с ним путешествуете, ну, с ним, с iPad, вы можете закачать сюда приложение по навигации. Либо воспользоваться уже имеющимися картами Apple. Давай сейчас включим здесь Wi-Fi. Подключается к любому Wi-Fi, либо вот по сим-карте будет. Если вы поехали куда-то, купить там симку, наносим, вставьте ее и можете ездить по навигатору. Хотя навигация работает и без интернета. Входим в карты. Давайте, к примеру, мы вводим, ну, Нью-Йорк. Давайте вот Нью-Йорк вам покажу. Сами считают туда попасть. При помощи планшетника iPad можно исследовать мир. Я поначалу, когда iPad 2 появился, очень любил реально посидеть в картах, посмотреть там 3D-здания, какие-то погулять по улицам, но это в Google-картах. Здесь такого нету, но мы здесь можем сделать слой именно фото из космоса. Но во всем остальном процессор A7 справляется просто идеально. Хотя с каждым новым iPad'ом все будет улучшаться и работать быстрее. Ну, в Москве такого, конечно, нету 3D-просмотра, а вот здесь есть. Сейчас посмотрим. Если я скачал Google-карты, то вам покажу. Да, вот, Google-карты. Очень интересная тема. Так, доступ к микрофонам запретить. Я принимаю и пропускаю. Так, отменяю. Окей. Так, и дальше я хочу, к примеру, то же самое New York посмотреть. Я вот просто говорил, исследовать мир. Если покупать себе такую вещь, на нем можно делать практически все. Играть, смотреть фильмы, путешествовать. Даже не выходя из дома, можно путешествовать. Мало того, что здесь есть 3D-изображение. И вот, хочу я, к примеру, на Бродвей улицу посмотреть, как там все находится на Бродвее. Давайте я вам сделаю поближе, чтобы вы могли все рассмотреть. Я могу пальчиком здесь подержать. И сейчас открывается фотография. Должна открыться фотография. Чего-то не открывается. Ну. Вот. Вхожу сюда. И я очутился на улице Бродвей. Круто. Как я хочу там реально побывать вживую. Ну и дальше вы можете шагать. Вот так вы можете использовать свой новый iPad mini с ретиной. Если вам подойдут его родители, знакомые, друзья. Либо вы его себе купите. То не упускайте возможность погулять по городам. Америка вся есть. Таиланд. Россия нету здесь. В Google картах. Но когда-нибудь будет. Вот. Ладно. Дальше. FaceTime. Что это за такая штука. В своем iPad mini вы можете ввести свою учетную запись Apple ID. И совершать звонки. При помощи видео. Либо голосовых. По всему миру бесплатно. Платят только за интернет. Если у вас Wi-Fi. И он, например, дома. Я плачу там 500 рублей. И у меня он безлимитный. Я могу совершенно бесплатно говорить. Да. Календарь устроена удобно. Хотя раньше мне нравилось больше. Вот на iOS 7 это выглядит все вот так. Делайте заметки, напоминания. Ставьте себе будильники. Это все здесь. В календариках. Дальше. Фотографии. Но здесь, конечно, бесспорно iPad лидирует. Я не видел ни один другой планшетник, который работал так бы быстро. Чтобы можно было реально забыть о том, как работает это устройство. И просто им пользоваться. Ну, качество фотографии, да, супер. Ну, конечно, у меня и фотик суперский. Вот. Увеличивайте, редактируйте, рисуйте, изменяйте, выкладывайте в социальные сети. Это 21 век. При помощи iPad, ну, не знаю, вот такую фишку можно делать. Можно обрезать, можно фильтры наложить, в Twitter выложить. Да куда угодно. Будьте фотографом, будьте блогером. Пишите, например, я не знаю, посты, обзоры на машины. При помощи iPad все это возможно. Дальше, ну, слайд-шоу можно сделать и поставить дома, как фоторамку. Используйте iPad mini, как фоторамку. Часы. Ну, здесь, понятное дело, мировое время. Нью-Йорк, Париж, Купертино и тому подобное. Смотреть фильмы можно. При помощи процессора, ну, будут Full HD фильмы, да, крутиться круто. Например, вот здесь, Астрал называется, фильм. Качество, да, конечно, суперское, как в кино, прям, на Блю-Рее. Погромче, потише. Любые файлы. М, я просто не серьезно, вот в таких файлах. М, 4, V. Короче, а Вишны, Windows Media, там, этот, видео. Все форматы будет жрать. Единственное, ставьте плеер, пожалуйста. Изначально в программе видео вы можете смотреть ваши купленные фильмы. Их скачивайте сюда, на вашей учетной записи в iTunes. Все, что вы купили на разных устройствах, можете везде смотреть и слушать. То же самое с музыкой. То есть не надо закачивать сюда что-то. Я нажимаю музыка, здесь уже будет все закачано, что я купил. Например, вот там песни. Все здесь уже есть. Мне не надо ничего делать. Видео плеер. Музыкальный плеер. Радиоинтернет. Гейм-центр. Производительность процессора. FaceTime камера. Клавиши меню. Сзади находится камера. Клавиши включения. Увеличение и уменьшение громкости. Клавиши блокировки. Либо положения. А что это значит? Когда, к примеру, вы сидите так, вы заблокировали. Если вы перевернете, изображение останется в горизонтальном положении. Либо можно запрограммировать как раз на... Звук. То есть там два варианта. Либо звук, либо ориентир экрана. Вот. С этой стороны ничего нет. Снизу у нас Lightning, как всегда. Но я думаю, что это вы тоже все уже видели. И два микро... Этих... Динамика. Здесь же находится микрофон. Динамики, ну, довольно-таки громкие. Я не знаю, на обычном iPad тоже было круто. Ну, вот как в мультимедиа. Систему использовать прям вообще ништяк будет. Ну, ребят, вот эта игра Infinity Blade сейчас считается эталоном. Здесь самый лучший график, который можно найти на мобильных устройствах на iOS. И сейчас вот мы немножко пролистаем. Покажу, как все это делается в действии. Ну, конечно, подходим. Здесь сражаемся. Если вы поехали отдыхать, вам не придется скучать. Так, удерживай для блокировки. Доблокирую, давай, блокирую. Вот это, типа, самая крутая игрушка считается. Сейчас мы его должны победить. Потом мы должны с другими сражаться. Ну, здесь, конечно, опять... Я не знаю, я считаю, что она скучная довольно-таки. Здесь вот только таким образом пуляться. Я вам лучше покажу асфальт. Он намного прикольнее. Мне нравится больше здесь графика, чем в Infinity Blade. Ну, насчет производительности. Понятно, что все работает быстрее, чем раньше. И намного быстрее, чем другие планшеты. Это вам точно скажу. Вот мое личное мнение, что iPad, он даже мини, он дрючит все остальные там Asus, не Asus, HP, Windows и тому подобное. Короче, давайте одиночная игра. Так, пройдите обучение, я не хочу проходить обучение. Начать далее и поехали. Вот Asphalt 8. Поехали куда-то отдыхать 10 часов в самолете. Вот милое дело. Пройдете всю игру. Но она красивая. Вау. Подключили сюда USB, воткнули и у вас питание пошло. И смотрите, какая картинка прям вообще. Прям ништяк. Если вы ищете игровую приставку, то... Точнее, если iPhone, то он, конечно, маленький. А вот iPad mini, смотрите, бам, как круто. Вот, одного ушатали. Второго ушатали. Уху. Сейчас еще кому-нибудь ушатаем. Конечно, всех сейчас... Всех ушатали и все, короче, Илюха выиграл. Юху. Так, немножко подрифтим. Не-е-е. И турбо-турбо-турбо. Так. Вот, это что касаемо игрушек. Играйте, проходите, выигрывайте. Есть также, конечно, YouTube, куда без него. Смотреть ролики, учиться, узнавать что-то новое. Есть Vimeo, это такая хипстерская сеть. Ставьте ее на iPad, смотрите видосы. Тоже много всяких разных видосов, очень качественные делают. Но он такой больше авторский контент. Узнавайте больше об этом мире при помощи iPad. Короче, вот решил вам такой небольшой обзор сделать. Необычный обзор, не просто характеристики, а чисто я себя в душу вложил. Вот, интернет, блин, ну сам по себе он крутой. Apple сайт. Открываем. Если вы пользуетесь интернетом, ну серфите в интернете, iPad это самое идеальное устройство для этого. Это мое мнение, я от него не уступлюсь никогда. Потому что на устройствах Apple это просто ништяк. Если мы откроем, например, давайте Яндекс, он такой вроде легкий сайт. Открывается быстро. Можем посмотреть пробки. Можем задать любой вопрос в интернет. Ребят, 21 век. Все можно делать со своего планшетника. Вот видим, что сейчас пробки в Москве и в Садовом кольце вообще все стоит. Можно нажать видеокамеры. Мы даже можем посмотреть, что сейчас творится у нас. Например, в Москве вот, что здесь? Абельмановская застава. Снимок на 18.30. Ну где-то есть прямое включение. Вот, интернет суперский, все суперское. Короче, ребят, надо брать. Реально. Здесь 1-2 мегапикселя, если будете фоткать на фронтальную. И вот основная камера 5 мегапикселей, как уже говорил. Ставьте, короче, комментарии. Как вам iPad mini с ретиной? Как вам такой обзор? Было ли интересно? Хотели бы видеть такие еще обзоры? Чтобы я много говорил и про все. Если есть что добавить, добавляйте. Электронная почта. Самая крутая, которая может быть. Не про меня iPad вообще ни на что. Ладно, ребят, всем спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на новые ролики, если вы еще этого не сделали. И всем пока.